Добрый день, мы читаем на этой неделе недельную главу Охерой Мод После смерти сыновей Айрона Я нахожусь у нас в Бэткнессете, в поселении В Украине продолжается жесточайшая война Российские фашистские ублюдки продолжают обстреливать и убивать мирных жителей На временно оккупированных территориях захватывают представителей власти Пытают, издеваются над ними, расстреливают людей Насилуют женщин Российский народ продолжает поддерживать своего фюрера, свою армию И поэтому нам, евреям, нужно продолжать свою работу на духовных фронтах Чтобы быстрее остановить эти бесчинства и победить это зло вселенского масштаба Написано в нашей недельной главе И соблюдайте законы мои и правопорядки мои Которые станет делать человек и будет жить ими Я Бог Комментирует Раши Он говорит на слова И будет жить ими Будет жить в грядущем мире И то есть за соблюдение законов и правопорядков Бога У человека будет заслуга, которая каким-то образом даст ему жизнь в будущем мире Как и каким образом сейчас мы будем разбираться А слова Я Бог Раши пишет Надежен в уплате награды То есть говорит Бог Мне можно верить За соблюдение моих законов и правопорядков Обязательно рассчитаюсь я с вами За мной не заржавеет И в этом также нужно разобраться Особенно с учетом того, что сказано в Талмуде, в трактате Кедушин Что в этом мире нет награды за заповеди В то же время в трактате Ирувин Мудрецы объясняют сказанное в Торе И платят ненавистнику своему перед лицом его, чтобы извести его Они говорят, что Всевышний платит грешникам за их добрые дела При жизни, чтобы извести их из мира грядущего То есть рассчитаться с ними сполна в этом мире И не дать мира грядущего По этому объяснению выходит, что в нашем мире Возможно награда за исполнение заповедей и добрые дела Хафицкаем, он умер в 1933 году Автор комментарий к Шулхана Руху, Мишна Брура И книги Хафицкаем по законам запрета злословия И еще множество галактических трудов Он объясняет это противоречие так В ряде мест в Торе, где сказано «Я Бог», как и здесь Говорит Раша, что это означает «надежный в уплате награды», как и здесь Это обещание подобнее расписке подписанной самим царем царей Всевышним Благословеном Это можно понять на примере Когда с давних времен было принято, что в маленьких провинциальных городках нельзя было разменять слишком большие чеки и векселя Ценные бумаги на большую сумму можно было обменять на наличные только в городских банках Тот же, у кого был вексель, подписанный самим царем, для получения наличных по нему должен был ехать в столицу, так как выплаты производились непосредственно из царской казны Подобно этому, говорит Хафиз Хамин, награда за заповеди происходит Подобно этому, праведник, исполняющий заповеди наилучшим образом и с чистыми намерениями, удостаивается векселя, подписанный самим царем царей На такую сумму, которую невозможно получить в провинции, то есть сейчас у нас в нашем мире Он получает награду только в царской казне в мире будущем Грешник же, даже исполняя заповеди, не делает это от всего сердца во имя Всевышнего В его намерениях есть примесь собственных интересов и выгоды Награда за такую заповедь невелика, ее можно получить и в нашем мире Чуть по-другому, но не меняя суть, объясняет Рамхаль Мошехаэм-Луцата, умер в 1746 году Авторитетнейший каббалист, да, мы говорили много раз, автор десятков книг по каббале И вот в своей книге Дархашем он буквально пишет Постановила высшая мудрость разделить воздаяние, как награду, так и наказание на два периода И все деяния будут разделены на большинство и меньшинство Истинное воздаяние, основная его часть, будет в будущем мире И в награду удостоящийся человек получит возможность находиться в близости со Всевышним навеки А в наказание человек будет отвержен от истинного блага и исчезнет навсегда И суд об этом будет согласен большинству деяний Конец цитаты И конечно тут нужно отметить, что близость ко Всевышнему это не просто награда Это главная задача человека в этом мире Достаточно просто объяснить И это делает Рамхаль тоже в Дархашем Что получить благо от Всевышнего можно только будучи близким и подобным ему Это станет понятно, если плотно прижать два листа металла с друг с другом на некоторое время Произойдет диффузия И они как бы склеятся То есть передача от одного листа металла другому энергетических частичек Происходит при плотном их сжатии Так и человек может получить от Всевышнего тем больше благ, чем он становится ближе к нему и подобный Как два листа металла Отдаление от Всевышнего и размещение человека на уровне далеком от него Это наказание И самое строгое наказание Это еще раз процедируем Рамхаля Человек будет отвержен от истинного блага И исчезнет навсегда Надо задуматься И это все по результату большего количества дел Хороших дел, которых праведника больше И плохих дел, которых у грешника больше Продолжает Рамхаль Но для добрых дел, злодея и для нехороших дел праведников То есть тех, которых меньше у них Воздаяние существует этот мир с его успехами и бедами В нем получит злодей воздаяние за меньшинство заслуг, которые у него есть В виде успехов в этом мире А праведник наказание за свои грехи, которых меньшинство В виде страданий Таким образом, первое, суд приобретает общую цельность Когда есть и за большинство, и за меньшинство И у того, и у того, и праведника, и у грешника И остается для будущего мира то, что подобает этому совершенному состоянию Конец цитаты Тут будет уместно вспомнить, что Талмуд определяет праведника и грешника так Праведник это тот, у кого добрых дел больше, чем плохих А грешник, наоборот, это тот, у кого добрых дел меньше, чем плохих То есть плохих больше, чем хороших И также еще раз нужно вспомнить, что плохие дела или грехи Это невыполнение воли Бога Которая в полноте нашла свое выражение в своде еврейских законах Шулха Нарух Так называемая Галаха Ну а хорошие, добрые дела Это выполнение воли Бога и выполнение еврейского закона Так вот, среди получающих награду в будущем мире останутся только те, у кого выполнение пунктов закона будет больше, чем невыполненных А с теми, у кого меньше, Всевышний рассчитается, даст награду в этом мире Тогда в будущем мире ему уже не будет награды, а останется лишь наказание Вечное мучение в гееноме Его в христианском жаргоне еще называют ад В этом же ключе, объясняет Хофицхаем, подобное противоречие в другом Сказано в Талмуде, в Трактаре Сангидрин У всех евреев есть и дел в будущем мире Окей, да? Хотя в Талмуде трактат не да Говорится, что лист, всякому изучающему закон Ежедневно Ему обещано обладание горючим миром Так всему или только всякому, кто изучает закон Объясняет Хофицхаем Представим себе человека, приглашенного богатым человеком на свадьбу До него хозяин отправил даже специального посланника, чтобы передать приглашение важному гостю Когда тот явился, сам богач, вышел на встречу, усадил его среди почетных гостей Не так повезло нищему, живущему на подаянии Услышав о свадьбе, он поспешил туда Однако никто не вышел ему на встречу, не предложил места Даже среди гостей попроще не оказалось места Хозяин, однако, позволил бедняку остаться и угоститься остатками страпезы Так и стоял он в уголке и ел, что придется Подобно тому и грядущий мир И тут Хофицхаем иллюстрирует разницу Среди евреев, у которых в целом добрых дел больше, чем грехов Только о них идет речь Они, да, получат награду в будущем мире, но по-разному И главная разница будет состоять в близости ко Всевышнему Те, кто ежедневно изучает закон Галаху и Тору Приглашены хозяинам И им уготовено то почетное место Ближе к нему А значит, больше благ и больше удовольствия Бедняки же, не занимающиеся Торой А нет бедности, подобной бедностью знаниям Об этом речь Также получат свой удел Но это место не среди почетных гостей А среди нищих, доедающих за гостями А значит, дальше от хозяина этого мира И, как следствие, менее приятным станет будущий мир навечно Дают еще такой образ У кого добрые дела еле-еле перевешивают плохие А знания Торы совсем немного Тот, подобно пыли, под ногами у праведника будет в будущем мире А по нему будут топтаться навечно Кто может себе представить Или даже был в этой роли Лоу-Лейну, не дай бог Того, по кому топтались в этом мире Понимает, что такое получить такое ощущение вечно Вроде это и награда То есть, все равно есть соединенность с Богом И получение от него блага Но само ощущение будет ниже Плинтуса И дядя Хаим, кто был, казалось бы, никем Тут сидел, учил Тору где-то там на краешке в синагоге Соблюдал Шаббат Тихо зарабатывал себе на жизнь Окажется ближе к Богу Будет копповать больше, чем великий Пурец У кого из соблюдения было Я в Шаббат не работаю И я свинину не ем Ну и о категории грешников То есть, у кого плохих дел больше Уже было сказано в разъяснениях Рамхаля И еще раз напомню Такой человек будет отвержен от истинного блага И исчезнет навсегда То есть, он не получит от близости к Всевышнему Даже минимальное удовольствие Пыли под ногами праведника Так как не получит удела в будущем мире Дай нам Бог, чтобы за соблюдение еврейского закона И за изучение Торы, за добрые дела За помощь близким Мы получили самое близкое место У престола славы Всевышнего В будущем мире навечно И еще чуть-чуть поддержки в этом мире Я желаю всем в этом Браха вы от слаха В эти непростые времена Сил всем нам и выносливости И остаемся и дальше в поисках смысла Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!